Вопрос 462. Если у человека есть подозрение на одержимость, то что делает православный священник? Им дана власть изгонять демонов? И что потом с этим человеком дали? Его допускают до крещения? Я знаю примеры, где похоже на одержимость, касающуюся еда, еды и блуда. Ответ. Отвечает Игнатий Лапкин. У церкви есть каноны, запрещающие крестить одержимых до смертного часа и не причащать уже верных, ставших одержимыми, доколе они не будут исцелены. Тимофей Александрийский. Вопрос 3. Канон. Зачит. Если кто верный одержим бесам, должен ли приобщаться святых тайн или нет? Ответ. Ащи не нарушает тайны и не хулит иным каким-либо образом, туда причащается, но не каждый день, довольны от него только по временам. Священникам дана эта власть теоретически, а практически многих из них самих нужно отчитывать и сгонять из них бесов. Нормальный, неодержимый священник не может воевать против Библии, то есть и против Христа. В житиях святых говорится о таковых и о причинах их одержимости. Жизнь во грехе, в грязи и пороках и незаконное отлучение от причастия. Указанные лекарства оставить священодействие навсегда. Но они предпочтут и умереть в этой беде, нежели оставить свою кормушку. Есть одержимость и есть признаки одержимости. Одержимость в еде проявляется в чрезмерном поглощении пищи. Полифагия. Такой может съесть, как Собакевич, целого быка. В духовном варианте это всеядность в просмотре фильмов и чтении всего, что пойдет под руку. Дух блуда любит подпитку через рот. Почему святые отцы и советуют, победи сначала страсть черебную, а потом пот черебную. Нужно хорошо с ноги потами работать, меньше спать, тепло не одеваться. Жития переполнены примерами борьбы с духом блуда. Сегодняшние исследователи находят, что подавляющее большинство компьютерщиков-программистов одержимы. А те, кто играют в компьютерные игры, быстро впадают в беснование, и притом буйное, до убийства и самоубийства. Советские называли Адольфа Гитлера бесноватый фюрер, но Библия говорит в Серахову 21.30 Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу. Не лучше ли на себя кума обратиться? Крыло. Не лучше ли на себя кума обратиться? Большевики-террористы – это все одержимые люди. О них так и говорят – одержимые идеи, идейное обеснование. И особенно вычурное, экстравагантное оно бывает у тех, кто знал истину и причащался телу и кровь Христовой и шел в страну далекую. Матфея 12.45 Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. 2 Петра 22.22 Но с ним случаются поверные пословисти. Пес возвращается на свою болевотину. Им и вымытая свинья идет валяться в грязи. Сатана в разговоре с Антонием Великим говорит, что он может поститься и бодрствовать, но более всего нетерпимо для его смирения. Этим оружием его и надо бить. Матфей 7.21 Сей же рут изгоняется только молитвой и постом.